В фильме Кирилла Серебренникова «Лето предсказуемо» не оказалось ничего скандального.Там есть другое, куда более важное и почти утраченное. Когда ближе к середине ленты ты начинаешь верить, что на экране не Рома Зверь в роли Майка Науменко, а сам Майк, внешнее подобие, полдела. Но вот мимика, жест, интонация, а их зверь воспроизводит потрясающе, удивительно органично, в левой стороне груди поселяется щемящая нота, а изображение на экране мутнеет, поскольку на глаза то и дело набегает влага. А я совсем не слаб на слезу.Точка здесь эмоция свидетелей в какой-то степени соучастника эпохи, но если от нее абстрагироваться, получается с трудом, и выступить экспертом вне музыкальных пристрастий и календаря, то и тогда фильм достоин самых энергичных комплиментов. Как кино «Лето» действительно сделано очень освежающе хорошо. Впрочем, это не новость, фильм Серебренникова начиная с первого каннского показа, а в России представленный на кинотавре, собрал целый букет восторженных отзывов, от несколько косноязычных камлани Антона Далина до символика охотничьих дефиниций обычно ироничные сдержанные Ольги Погодиной-Кузьминой, выстрел в сердце, направленная стрела. После прокатной недели, надо полагать, восторги увеличатся в объемах еще существеннее. Поэтому продолжать этот ряд придыханий эпитетов кажется мне не слишком перспективным, гораздо интереснее поговорить о других, неповерхностных и принципиальных вещах. Если в кроссвордах вам будет попадаться фильм об отечественных рок-музыкантах золотого периода из четырех букв, не спешите сразу вписывать «Аса». Правильным ответом может оказаться и «Лето». Об этом, кажется, еще никто не говорил, но фильм Серебренникова – ответ на Соловьевское знаменитое кино через 30 лет. Долгое эхо, где в равной пропорции звучат почтение и полемика. Кирилл Семенович не только передает привет Мэтру посредством Цоя, БГ, в фильме «Лето» его называют «Боб», и эпизодической роли почти не изменившегося со времен «Аса» Александра Баширова, но и демонстрирует, до чего дошла его личная режиссерская техника. Сновические вставки Васи, казавшиеся избыточными и вычурными даже на общем сюрреалистическом фоне, у Серебренникова превращаются в цепочку клипов, «Талкинг Кэ Акс», и «Гип-поп», «Эч», отличных по режиссуре и энергетике и ничуть не нарушающих тонкие материи «Лето». Забавно, что режиссер без ущерба для своих персонажей награждает их клиповым сознанием лет за 20 до того, как оно сделалось достоянием всеобщим. Также по теме «Рокерское лето», в прокат выходит фильм «Серебренникова отцой» и «Науменко» 7 июня, в прокат выходит фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето», драма о становлении рок-культуры в СССР. С полемикой несколько сложнее. Соловьев в общем-то тоже снимал камерную драму о любви и смерти из жизни людей антиграунда и криминала, но при этом прекрасно понимал, что будет сотрясать основы, личные амбиции и социальный заказ с самого верху не направляли, а прямо так и толкали его в соавторы грубоватой перестроечной эпохи. Да и роль сталкера, выводящего полузапретных людей русского рока на широкий экран, а следовательно, на стадионы, соблазняла его, похоже, неудержима точка Серебренников, возможно, подсознательно, отстаивает совершенно иные ценности, неласковые, штучные и маргинальные. Электрическое подполье с рок-клубом и портвейном, пластинками и луридой музицированием на пустынных пляжах, необязательным, но твердым братством. Ситуации, когда творец реальный парадоксально свободнее, поскольку принадлежит только искусству и себе. А возможные отношения с государством не хитрая односторонняя разводка на присягу свободе и демократии, но игра вроде «Казаки-разбойники», где в финале обе стороны пьют мировую, компот-столовый дома самодеятельного творчества, база. Ленинградского рок-клуба Что ж, на стороне Серебренникова, горький опыт, произошедшего со страной, рок-музыкой и всеми нами точка еще любопытнее сказать о трансформациях как режиссерского замысла, так и самого художника. С него и начну. Самые сильные работы Серебренникова в кино, изображая жертву, Юрьев день, измена, независимо от разных сюжетов, комедийного или драматического жанра, имели общую природу, пафос и один на всех концептуальный изъян. Кирилл Семенович демонстрировал тотальное неблагополучие всего, от семьи до погоды, и следовало понимать, что неблагополучие – субстанция, априорная и, пожалуй, навсегда свойственная здешнему ландшафту. Но при этом меня никогда не оставляло ощущение, что складские помещения всех этих дел находятся не вне, а внутри большой души художника. Слов нет, и неблагополучие вокруг нас, таскать на экраны, сцены не перетаскать, и через трещину в душе Творца могут звонко резонировать многие беды и боли окружающего мира. Но здесь явно другой случай. Проблемы и конфликты Серебряникова особо и слишком личные, проецировать их на страну и народ, подмена, обман, в каком-то смысле жульничество. К счастью для режиссера и зрителя, в фильме лет и фирменных экзистенций Серебряникова нет совершенно. История, по-своему глубокая и драматичная, ибо мы знаем, чем все кончилось для Цоя. Майка, их музыки и общего дома, получилась на удивление цельной и светлой, при этом без ностальгической думки, социального протеста и прочих украшательств. Точка, конечно, фан-клуб режиссера, образовавшийся посредством не творческих его достижений, но печально известной криминальной истории. Начнет говорить, уже начал, о том, что несправедливо уголовно преследуемый, почти задавленный государственным левиафаном артист нашел в себе потенции и вопреки всему создал апологию дружества, творческого горения и свободы. Из-под спуда, дескать, и из-под глыб. Однако лето задумывалось давно, в Чернец не то было до дела седьмой студии. То есть к уголовке здесь отношение вполне опосредованное, зато прямое, к профессиональному росту, умению отвинуть лично и поменять манеру, трансформации художника, которая не может не радовать точка-точка фильм, задуманный как кино о юном Цоя, стал убедительной и красивой историей взрослым 26-летним Майке. Сработала метафизика кастинга точка потому, что Рома Зверь, не особо мудрствуя, делал русского интеллигента. Причем в особым питерском изводе. Угадал и понял в Майке главное, неважно, размышляет ли человек над национальной идеей, преподается промат или играет музыку рок. Майк Жартвенин, душевно тонок и как-то непредставим вне русского языка Эпитера, феноменально прошаренный в западной музыке, иногда просто адаптировавший Т.Рекс и Баба Дилана. Он парадоксально остался одним из самых самобытных русских рокеров. Также по теме лета в городе, в Сочи открылся 29-й кинотавр в субботу, 2-го июня, в Зимнем театре Сочи состоялось торжественное открытие 29-го российского кинофестиваля Кинотавр. По традиции в. С Соем вышло почти наоборот. Реальный Виктор Робертович был та еще тонкая интеллигентная штучка плюс энергетика, чужой таких вещей просто не воспроизведет.Корейский актер Т.А.Ю и не воспроизвел. Смешно, но даже в пластике, видимо, корейцу не рассказали об увлечении Цоя гонконгскими боевиками с Брюсом Ли. Другое дело, что некоторая деревянность, с которой актер отработал весь фильм, совсем не раздражает, но забавляет точка. Однако эти причуды кастинга натолкнули меня на финальное рассуждение в духе некоторой альтернативности. Как известно, лейтмотивом перестройки на первых ее этапах стал хит-кино, мы ждем перемен, написанный ранее как подругом. В этом смысле с переменами Цоя соперничает поезд в огне БГ, выполненный уже по всем правилам попадания в тенденцию, чтобы не говорить о конъюнктуре. Затем косяком пошли скованные одной цепью, наутилус Помпилиус, выйти из-под контроля и твой папа, фашист, телевизор, алиповатые кинчевские гимны.Песни Майка в плейлисте перестройки отсутствуют по определению.да. Он в поздние 1980-е пребывал в затяжном творческом кризисе, песен почти не писалось, да и концертная деятельность свернулась вновь до рок-клуба и квартирников. Однако в судьбе художника такого масштаба, как Майк, все символично и знаково, он и из жизни ушел после августовского путча, через год после гибели Виктора Цоя. Хорошо, а если бы общественные движения конца 1980-х в СССР происходили бы не под наспех сработанные шумные гимны, а под шедевры Майка? Национальный дзен пригородного блюза, буддистский урбанистическую белую полосу, издевательскую по отношению к любому шарлатанству песню памфлейт Гуру из Бобруйска. Наконец, вот все то же созерцательное лето или выстрелы с их беспощадным самоанализом, у Майка не было максимализма, агрессии, жажды возмездия и вождизма, туманных, но радужных перспектив и плакатных лозунгов. Майк вняти, предмет, мудрый всегда помнит об ответственности.Вопрос инфантильный, вполне несерьезный, и ответа на него быть не может. Зато есть теперь яркий и теплый фильм лето, убедительный и без всякой дидактики объясняющий, что все это с нами было не зря. А значит, имеет шанс на вечное возвращение.Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Продолжение следует...